Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается гир-бочка. Также можно встретить название шестеренчатая бочка или гир-баррелл. Бочка является модификацией уже известного шестеренчатого куба, по которому я уже снимал подробное обучающее видео. Если вы умеете собирать гир-куб, то попробуйте собрать бочку самостоятельно. Для тех, кто не умеет, я покажу все этапы сборки. Гир-куб похож на кубик рубика, но вращается иначе. На кубике рубика можно отдельно вращать каждую грань. Если вращать шестеренчатый куб, то вместе с правой гранью будет вращаться и средний слой. Из-за такого механизма гир-куб собирается по-другому. Разберемся со строением головоломки. Если посмотреть на одну грань, мы можем заметить, что есть элементы с одним цветом, их будем называть центры. Есть элементы с двумя цветами, это ребра, и есть элементы с тремя цветами, это углы. На шестеренчатом кубе, так же как на кубике рубика, 6 центров, 12 ребер и 8 углов. Если мы посмотрим на гербочку, то здесь ситуация примерно такая же. Одноцветные центры, которые такого же размера. Двухцветные ребра, которые стали двух типов. Вот такие, которые имеют белый и желтый цвет с двух сторон. И более плоские, синий-оранжевая, зелено-оранжевая, зелено-красная и синий-красная. Те, которые имеют белый цвет либо желтый, имеют такой угол полукруглый, эти плоские. Углы также трехцветные, но одна грань белая либо желтая, а другая такая же плоская, как у боковых ребер. Но их также 8 штук и все они трехцветные. Для наглядности я каждый этап буду показывать на кубике, а потом уже на его модификации. При перемешивании шестеренчатой головоломки меняют форму. Во время сборки она будет постепенно восстанавливаться. Для начала нужно собрать углы. Это простой интуитивный этап. Мы знаем, что углов 8, из них 4 имеют белый цвет и 4 имеют желтый. Удобно начинать с белых углов, так как они самые яркие. В собранном состоянии они должны выглядеть вот так. Бело-синий-красный, бело-красно-зеленый. Здесь красные цвета совпадают, здесь зеленые цвета совпадают. По идее, должны еще совпадать и вот эти цвета, но в данном случае этого не произошло. Если вот так повернуть, то будут совпадать все цвета. Рассмотрим различные случаи. Начнем, к примеру, с бело-красно-зеленого уголка. У него помимо белого цвета есть еще зеленый. Поищем второй бело-зеленый угол. Он находится вот здесь. Это наиболее удобное положение. Бело-зеленый один здесь, другой здесь. Важно смотреть на тот цвет, который перед нами. То есть первый уголок располагаем снизу слева, а второй сзади справа, уже на верхней грани. В одно движение их можно поставить рядом и вот эти зеленые цвета будут совпадать, но также как и белые. В случае, если зеленый уголок вот здесь отсутствует, он может находиться вот здесь. И тогда, чтобы поставить сюда, достаточно повернуть верхнюю грань и в одно движение поставить сюда. Либо он может находиться за первым уголком. Вот у нас белый-зеленый и второй белый-зеленый будет находиться здесь, сзади. Из этого положения мы сначала его переводим наверх, а потом отправляем к первому. И получаем тоже конструкцию. Процесс полностью интуитивный и часто уже два угла рядом стоят на месте. Как только у нас готовы первые два уголка, мы смотрим где вторые два угла с белым цветом. Если первые два с белым собраны, то вторые тоже будут стоять рядом. И могут они либо стоять на месте, тогда ничего делать не нужно. Могут стоять вот здесь, тогда нужно просто поставить их вниз. И самое дальнее положение могут стоять вот здесь, где они и находятся. Тогда их нужно сначала передвинуть направо и отсюда в одно движение поставить вниз. Получаем четыре белых угла. Цвета боковые тоже совпадают. И желтые углы тоже на месте. То есть автоматически, как только собралась нижняя грань белая, углы верхней грани также становятся на места. Но осталось только совместить верхнюю грань с нижней. Здесь оранжевый цвет, здесь красный. Вращаем либо верхнюю, либо нижнюю грани до тех пор, пока цвета не совпадут. Получаем, что углы собраны. Сделаем то же самое на бочке. Ищем углы. У них три цвета. Желто, оранжевый, зеленый. Это уголок. Давайте начнем с бело-зелено-красного. Где-то он должен быть? Бело-красно-зеленый. Располагаем его слева, снизу, спереди. Ищем второй уголок с зеленым цветом. Рядом его нет. Смотрим сверху. На нужной позиции, диагональной, его нет. Он находится не тут и не там. Он, видимо, сзади. Вот здесь. То есть первый, а второй сзади. Значит, мы его разворачиваем. И отправляем сюда. Получается бело-красно-зеленый, бело-зелено-оранжевый. Позиции для второго уголка всего три. Либо на месте, либо здесь по диагонали, либо напротив того же места, либо сзади, слева, снизу. Как только мы собрали два первых уголка, вот они бело-зеленые, ищем вторую пару белых углов. Они получаются вот здесь. Располагаем первые два слева. Эти переводим направо. И опускаем вниз. Получаем первые четыре белых угла. И вот уже форма бочки начинает вырисовываться. Белые углы готовы. Смотрим, как там желтые. Ну, они, понятно, между собой стоят правильно. Осталось только совместить боковые цвета. Здесь оранжевый, а здесь красный. Вращаем какую-нибудь грань. Ну, давайте нижнюю. Все цвета совпадают. Ну, мы пока смотрим только на уголки. Углы собраны, центры пока нет. Сборка центров еще проще, чем сборка углов. Всегда на двух гранях центр будет стоять правильно. Вот, к примеру, на желтой грани желтый центр совпадает по цвету с углами. На зеленый синий центр не совпадает. На белый совпадает. Будут либо все центры стоять на своих местах, либо два. Если все центры стоят правильно, то центр собирать не нужно. Если только два, мы располагаем один слева, другой справа. И вращаем правую грань до тех пор, пока здесь не появится нужный центр. Сверху зеленый цвет углов. Значит, и центр должен быть зеленый. Вращаем правую грань. Вот появился зеленый. Значит, достаточно. Сделаем то же самое на бочке. Видим уголки тут синим цветом, а здесь центр зеленый. Это стоит неправильно. Смотрим другие. Желтые углы, центр белый. Неправильно. Ну, здесь тоже неправильно. А вот между оранжевых углов стоит оранжевый центр. И, вероятно, у нас на красной грани будет то же самое. Да. Располагаем правильный центр по бокам и вращаем до тех пор, пока здесь не появится зеленый центр, так как уголки зеленые сверху. Вращаем два раза. И получился зеленый. Все центры собраны. Далее нужно собрать ребра. И сначала их нужно расставить по своим местам. Здесь уже не совсем интуитивно потребуется использовать несложный алгоритм. Для начала посмотрим, что у нас с ребрами. Вот желтая грань. Здесь оранжевый цвет и желтый. Значит, ребро должно быть оранжево-желтое. Оно не такое. То есть не на месте. Вот это ребро, синее-желтое, стоит там, где синий и желтые цвета. Несмотря на развернутое положение, это ребро находится на месте. Если мы нашли одно ребро, которое находится на месте, обязательно будут еще как минимум три таких же. Это не оно. Это не оно. Вероятно, вот на этой оси будут все правильные ребра. Проверим. Сине-желтое. Бело-синее на бело-синем месте. Бело-зеленое на бело-зеленом месте. И зелено-желтое на зелено-желтом месте. Хорошо. Если у нас ребра не все на своих местах, мы находим те, которые стоят. Их будет четыре. И располагаем их по бокам. То есть слева-справа на верхней грани. И слева-справа на нижней грани. Получается средний слой между передней и задней гранями. Далее мы осматриваем кубик, перехватывая его только вот так. То есть сохраняя положение правильных ребер посередине, между передней и задней гранями. Смотрим на ребро, которое перед нами. Оно желто-красное, находится на сине-красном месте. Напротив него зелено-оранжевое, которое находится на сине-оранжевом месте. Оба стоят неправильно. Нам важно заметить, будет ли полезно поменять их местами. Зелено-оранжевое, если перейдет сюда, встанет на сине-красное место. Это пользы нам не принесет. Так же как желто-красное, если встанет сюда, встанет на сине-оранжевое место. Такая перестановка мне поможет. Перехватим куб таким образом. И посмотрим, что с этими ребрами. Бело-красное, если поставить вот сюда, то оно встанет на желто-оранжевое место. Тоже не очень хорошо. Бело-оранжевое, если сюда, встанет на красно-желтое место. Тоже бесполезно. Получается, что у нас и там, и тут перестановка вот этих ребер между собой не даст положительного эффекта. Так бывает, ничего страшного. Главное держать правильные ребра на среднем слое. И именно из такого положения выполнять алгоритм, который поменяет там два верхних ребра местами, два нижних, передние и задние, местами, и боковые поменяет по диагонали. Вот это с этим, и это с этим. Так как одной такой перестановки нам будет недостаточно, придется сделать алгоритм дважды. Движение следующее. Мы вращаем правую грань, один оборот на 180 градусов и второй оборот на 180 градусов. Получается, два оборота на 180 градусов. На языке вращения кубика рубика такое движение было бы R4. После чего, вращаем верхнюю грань один раз на 180 градусов. Обороты менее, чем на 180 градусов здесь невозможны. Поэтому можно просто сказать, вращаем правую грань дважды, верхнюю один раз. И повторяем те же самые движения. Правая грань дважды, верхняя один раз. Смотрим, что получилось. Эти как стояли на местах, так и остались. Здесь произошла перестановка, которую мы ожидали. Ребра все равно не на своих местах. Но сделаем вот такой вот перехват и посмотрим, что здесь. Зелено-оранжевый и зелено-красный. Также не на своих местах, но если их местами сейчас поменять, то они как раз встанут в нужные позиции. Зелено-оранжевое ребро на зелено-оранжевое место, а зелено-красное ребро на зелено-красное место. Такое положение бывает изначально. И хватает одного применения алгоритма. Мы видим, что если вот эти два ребра поменять местами, они встанут как надо. Также вот эти диагональные тоже встанут на места. Давайте проверим. Средний слой до сих пор мы держим с правильными ребрами. Делаем тот же самый алгоритм. Два раза правую грань, один раз верхнюю. Два раза правую грань, один раз верхнюю. Проверяем. Зелено-красное ребро, несмотря на то, что развернуто, стоит на своем месте. Зелено-оранжевое тоже. Синее-оранжевое. И синий-красное. Ну и ребра здесь тоже, хоть и криво, но стоят на своих местах. Перестановка ребер завершена. Также бывают ситуации, когда изначально ни одно ребро не стоит на своем месте. Бело-красное на желто-красном. Бело-оранжевое на желто-оранжевом. Ну и тут то же самое. Так же, как и здесь, да и все остальные. В этом случае понятно, что за один раз мы все ребра не соберем. Но для начала нужно найти ребра, которые, располагаясь на верхней грани, вот так вот поменяются местами и встанут в нужные позиции. К примеру, вот сине-желтое, если переставить вот сюда, встанет на свое место. Так же, как и белое-синее. Обычно это найти нетрудно. Из-за этого положения, где вот нужно поменять именно передние и задние ребра на верхней грани, мы делаем тот же самый алгоритм. Два раза правую грань, один раз верхнюю, два раза правую и один раз верхнюю. Смотрим, что получилось. Эти ребра на месте, эти пока нет. Перехватываем кубик вот так, чтобы на среднем слое были правильные ребра. Все четыре правильные. Дальше повторяем процедуру до тех пор, пока куб не соберется. Не куб, а только его ребра не встанут на свои места. Смотрим, что здесь. Бело-оранжевое и белокрасное. Если поменять, то они встанут на свои места. Очень удобно. Если бы мы посмотрели здесь, то зелено-оранжевое поменялось бы зелено-красным и это успеха бы не принесло. Поэтому делать нужно именно из такого положения. Второй раз алгоритм. Средний слой. Опять правильный. Меняем вот эти два. Остальное соберется само. Два раза правую грань, один раз верхнюю, два раза правую, один раз верхнюю. Смотрим. Все ребра, хоть и криво, но на своих местах. Сделаем то же самое на бочке. Смотрим. Зелено-оранжевое. Ребро на зелено-красном месте. Не то. Здесь наоборот. Тоже нехорошо. Ну, видим, что все ребра не на своих местах. А значит, ищем пару ребер, которые нужно поменять. Не то. Вот. Бело-оранжевое. Можно поменять с желто-оранжевым. И тогда они встанут в нужные позиции. Положение бочки может быть как горизонтальное, так и вертикальное. Особого значения не имеет. Алгоритм делается точно так же. Из этого положения вращаем правую грань дважды. Верхнюю один раз. Правую дважды. Верхнюю один раз. Что получилось? Ребро, хоть и криво, на месте. Это тоже. Ну, как и весь слой. Располагаем его посередине. Смотрим, что осталось. Синий-красный с зеленым-красным. Но если поменять, будет нехорошо. Здесь белый-синий с бело-зеленым. Но они останутся на желтой грани. Видим, что перестановки пока нехорошие. Поэтому придется делать алгоритм еще дважды. Сохраняем положение правильных ребер на среднем слое. Делаем те же движения. Правая грань дважды. Верхняя один раз. Правая снова дважды. Верхняя нужно докручивать один раз. Смотрим, что получилось. Здесь ребра поменялись, но стали криво. Их обратная замена ничего не даст. Здесь бело-зеленый с бело-синим будет удобно поменять, встанут на нужные места. Средний слой сохранил свое положение. Делаем еще раз. Правая дважды. Верхняя один раз. Правая дважды. Верхняя один раз. Проверяем. Ребра на месте, на месте, на месте. Некоторые уже красиво стоят, некоторые перевернуты, но это мы решим чуть позже. А так все ребра на своих местах. Далее нужно собрать форму, то есть сделать так, чтобы элементы не торчали из плоскости. Для этого мы можем просто вращать правую грань до тех пор, пока элементы не станут ровно. Пока не встали. Делаем по 4 оборота, чтобы углы и центры возвращались на свои места. Пока не получилось, делаем еще раз, еще 4 оборота и видим, что встали ровно, хоть и на месте перевернуты. так же делаем по остальным направлениям. Можно делать либо 4, либо 8 оборотов, если не задумываться, но можно запомнить, что если вот элемент ближе сюда, то есть повернуть его против часовой стрелки, то мы делаем 4 оборота от себя. В данном случае за 4 оборота от себя элемент точно станет в плоскость. раз, два, три, четыре. Неважно, какой стороной он встанет, мы на это никак повлиять пока не можем. Главное, чтобы форма восстановилась. Здесь то же самое. Если повернуть в эту сторону, то делаем 4 оборота от себя. Один, два, три, четыре. И форма кубика собралась. Если же элемент ближе повернуть по часовой стрелке, то нужно делать 4 оборота на себя, и тогда он встанет в нужное положение. Ну, как и остальные четыре на этом слое. Все стало хорошо. Форма кубика собрана. Посмотрим, как это выглядит на бочке. Есть вот такие вот элементы, которые стоят сразу хорошо, их поворачивать не нужно. А есть вот такие, которые стоят криво. И нам важно, чтобы вот эти вот круглые были хотя бы горизонтальные, если в таком положении не держать. Кажется, что это ребро нужно развернуть против шестой стрелки, но это будет далеко. Ближе его повернуть по часовой. То есть, в этом положении мы можем сделать 4 оборота на себя. Один, второй, третий, четвертый. И ребро станет сразу красиво. Ну, либо будет на месте перевернутым. Что у нас осталось? Вот еще вот такие вот кривоватые ребра. Они могут быть горизонтальные, тогда это хорошо, а могут стоять вот так под углом. Здесь мы видим, что проще повернуть против часовой стрелки, поэтому делаем 4 оборота от себя. Один, второй, третий, четвертый. Что получилось? Ну, у нас получилось, что вся бочка собрана. Сейчас нам повезло, но впереди нас ждет еще один этап. В финале нужно развернуть ребра на своих местах. То есть, форму мы уже сделали, остался разворот на 180 градусов. Здесь, возможно, одна единственная ситуация, когда 4 ребра стоят хорошо, а остальные 8 надо развернуть. Здесь мы делаем очень похоже с предыдущим алгоритмом. Здесь правильные ребра, и мы располагаем их на среднем слое, между передней и задней гранями, после чего делаем похожий алгоритм. Но на этот раз вращаем правую грань один раз и верхнюю грань один раз. Повторяем правую верхнюю и еще раз правую верхнюю, после чего куб собирается. Та формула из кубоидов на языке вращений выглядит R2O2 трижды. Других ситуаций на последнем этапе быть не может. Но только если ребра разворачивать не потребовалось. То есть либо все собрано, либо развернуть нужно 8 ребер, а 4 стоят. Правильно, делаем R2O2 трижды. Но правильные всегда ставим на средний слой, так же как на предыдущем этапе. На бочке эта ситуация будет выглядеть примерно вот так. 4 ребра будут собраны, вот эти, и 8 ребер нужно развернуть. Собранные ребра располагаем на среднем слое между передней и задней гранями. Делаем те же движения. Один раз правую грань, один раз верхнюю, второй раз правую, второй раз верхнюю, и третий раз правую, третий раз верхнюю. Других ситуаций быть не может. То есть либо собранная сразу бочка, либо разворот восьми ребер простым алгоритмом. Покажу пример сборки для закрепления. Пока выглядит как-то хаотично, даже не вращается. Вот здесь что-то поворачивается. Ну, нужно сделать такое положение, чтобы вращалось по всем направлениям. Так, так, ну, вроде вращается. Дальше находим уголки. Белый, синий, красный, бело-зелено-оранжевый, еще белые, вот бело-красно-зеленый. С него мы привыкли начинать. Располагаем его здесь снизу, слева, спереди. Вот два передних уголка, они перед нами. Ищем бело-зеленый уголок второй. Он находится вот здесь. Отсюда отведем его на это положение и поставим рядом с первым. Вот два уголка стоят правильно. Остальные два ищем. Тут нет. Тут нет. Есть они вот здесь. Поворачиваем в правую сторону и опускаем вниз. Так. Первые четыре готовы. Желтые остается довернуть. Оранжевый, красный не совпадает. Доворачиваем. Так. Углы собраны. Смотрим на центры. Они тоже собрались. Белый, оранжевый, желтый. Но если бы так не произошло, к примеру, красный на оранжевой грани находился бы, вращаем, пока не встанет на место. При этом располагая уже собранные по бокам. Далее смотрим на ребра. Красно-зеленое на зелено-оранжевом месте. Здесь наоборот. здесь тоже не на месте, не на месте, не на месте. Получаем, что все ребра не на своих местах. Находим пару, которую легко поменять, и они встанут на места. Ну вот, эти как раз подходят. Делаем алгоритм. Правую грань дважды. Раз. Два. Верхнюю грань один раз. Еще раз. Правую дважды. Верхнюю один раз. Зелено-оранжевое ребро стало на свое место. Зелено-красное тоже. Располагаем их на среднем слое. Там будут еще как минимум два. Есть. И смотрим на остальные ребра. желто-зеленое стоит на желто-синем месте. Бело-зеленое на бело-синем. Менять их бесполезно. Перехватываем желто-красное бело-красное то же самое. То есть придется еще дважды сделать алгоритм. Делаем правая дважды вверх один раз. Правая дважды вверх один раз. Произошло перемещение. Но это нам не поможет. Поэтому перехватываем и тут видим бело-зеленое ребро зелено-желтое. Их удобно поменять местами и они встанут в нужное положение. Ну а эти по диагонали нижние переместятся. Правая дважды верхняя один раз. Правая дважды верхняя один раз. проверяем хоть и криво но все ребра находятся на своих местах. Далее пытаемся восстановить форму хоть это до конца может и не получиться. Вот этот средний слой бочки стоит хорошо здесь все уже правильно ориентировано. Будем разворачивать вот эти. Нам главное ребро в горизонтальное положение поставить. здесь ближе сюда то есть вращаем на себя четыре раза. Один два три четыре ребро стало горизонтально но развернуто. Не страшно поправим на следующем этапе. Смотрим здесь ситуация похожая ближе в эту сторону. Делаем четыре вращения на себя. Один два три четыре и остается только развернуть восемь ребер на местах. Для этого правильные ребра вот эти боковые располагаем также на среднем слое и делаем финальный алгоритм. Справа сверху справа сверху справа проверяем все собрано. В итоге эта красивая несложная головоломка собирается так же как шестеренчатый куб на базе которого сделано еще много других модификаций. Здесь главное доворачивать элементы так как если сделать неполный поворот то дальнейшее вращение будет невозможно. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры 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 Субтитры